Вечерний променад Юлия теперь устраивает в одиночестве. Раньше компанию и составляла любимая собачка Кира. В семье овчарка прожила 4,5 года. Кира никогда не болела, но 4 дня назад состояние животного резко ухудшилось. Я пришла в 17.30 с работы и обнаружила ее мотой. Ну и, конечно, шок у нас всей семьи, потому что здоровая собака, никаких признаков не было. Это не первый случай внезапной смерти питомца в Солнечном. Соседка Юлии тоже похоронила любимого друга. Собоговоды района бьют тревогу. Недомогания у животных появляются практически сразу после прогулки. Резко больше уже 15 собак находятся сейчас в таком же состоянии. То есть те же самые симптомы рвота, понос, отказ от еды, слабость у кого-то, отказ задних лап. По словам жильцов, четвероногие могли отравиться из-за опрыскивания кустарников и растений. Их проводит управляющая компания. Однако коммунальщики утверждают, вещества, которые попадают на землю, удобрения. И для животных они безопасны. Растения подготавливаются к зиме, удобряются монофосфатом калия, абсолютно безвредным и нетоксичным для животных и детей. Предупреждать об этом не нужно. Впрочем, в это же время, по словам жителей, в районе провели травлю крыс. Ранее уральцы жаловались коммунальщикам на расплодившихся грызунов. Чтобы решить проблему, они оставили управляющий заявку и на их просьбу откликнулись. Правда, о дате дератизации не предупредили. Я обязательно смотрю, чтобы он ничего не ел, не подбирал. Потому что даже не знаю, что это может быть. Я на самом деле переживаю, потому что мы недавно только в город переехали. У него смена климата, соответственно. И я даже не знаю, к какому ветеринару бежать. По словам ветеринара, не только отрава для крыс могла стать причиной недомогания и смерти питомцев. В качестве удобрения коммунальщики используют монофосфат калия. Большие дозировки препарата могут навредить четвероноги. Наши пациенты контактируют с внешней средой гораздо более плотно, чем человек. Они постоянно ходят по траве. Они вылизываются, занимаются самогигиеной. Тем самым отравляющие вещества с поверхности кожи могут попадать в желудочно-кишечный тракт. Хозяева погибших питомцев планируют обратиться в прокуратуру. Другие собаководы теперь обходят газоны. Гуляют исключительно по асфальту. Анастасия Граули и Василий Тулинов. События ОТВ.